По итогам 2021 года перевозка контейнеров по сети RGD выросла на 12% и составила 6,5 миллионов ДФЭ. ДФЭ – это 20-футовый эквивалент, условные единицы измерения, равные полезному объему стандартного интермодального ISO-контейнера длиной 20 футов. Его длина 6 метров 6 сантиметров, ширина 2 метра 44 сантиметра, высота 2 метра 59 сантиметров. Также 20-футовые контейнеры могут быть высокими 2 метра 90 сантиметров и низкими 1 метр 30 сантиметров. ДФЭ – неточная единица. В зависимости от высоты контейнера она может иметь объем от 19 до 43 кубических метров. С 2012 года объемы контейнерных перевозок по сети RGD выросли более чем в два раза. Рост перевозок наблюдался по всем видам сообщений. Объемы контейнерных перевозок во внутрироссийском сообщении выросли с 1 миллиона 349 тысяч до почти 2,5 миллионов ДФЭ, в том числе благодаря контейнерным поездам, количество которых растет каждый год. Основные маршруты перевозок по России проходят через Москву, Екатеринбург, Новосибирск и другие города. Объемы контейнерных перевозок в экспортном сообщении выросли с 749 тысяч до 1 миллиона 556 тысяч ДФЭ. Основные экспортные маршруты проходят через Забайкальск и Казахстан. Объемы контейнерных перевозок в импортном сообщении выросли с 617 тысяч до 1 миллиона 392 тысяч ДФЭ. Основные импортные маршруты проходят через Забайкальск, Владивосток и Монголию. Объемы контейнерных перевозок в транзитном сообщении выросли с 228 тысяч до 1 миллиона 76 тысяч ДФЭ. Основные транзитные маршруты из Китая, Южной Кореи и Японии в Европу проходят через Забайкальск, Владивосток, Санкт-Петербург, а также через Казахстан, Монголию, Белоруссию и Финляндию. В 2012 году объем контейнерных перевозок составил менее 3 миллионов ДФЭ. А в 2021 году объем перевозок по всем видам сообщения вырос до 6,5 миллионов ДФЭ. Больше всего выросли перевозки во внутрироссийском сообщении, плюс 1 миллион 119 тысяч ДФЭ. На втором месте транзитные перевозки, плюс 848 тысяч ДФЭ. А вот по темпам роста транзитные перевозки впереди. За 10 лет они выросли на 372%, то есть почти в 5 раз. Перевозки во внутрироссийском сообщении выросли только на 83%, что уменьшило долю внутренних перевозок с 45,8% в 2012 году до 38% в 2021. А доля перевозок в транзитном сообщении выросла вдвое – с 7,7% до 16,5%. Количество груженных контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло почти в 2,5 раза. А тоннаж грузов в перевезенных контейнерах вырос с 27 миллионов в 2012 году до почти 65 миллионов в 2021. Коэффициент перевозимых в контейнерах грузов от общего объема контейнеризуемых товаров на железной дороге за 10 лет вырос с 4,4% до более 10. На этом все. Если понравилось, ставьте лайк и пишите в комментариях, есть ли потенциал у железнодорожных контейнерных транзитных перевозок. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...